Есть у меня вот такая вот монеточка, она времени недолгого правления так называемого, был на России такой царь, недолгое время назывался он Лжедмитрий и вот в времени его правления, вот эта вот как раз монеточка имеет место быть на этой монете с этой стороны написано царь и великий князь Дмитрий Иванович с этой как положено на коне всадник с копьем святой Георгий Ну, разговаривать-то хотелось бы вот как раз сегодня не совсем о Лжедмитрии а об окружении скорее и в общем мне интересно были всегда вот такие невероятные вот случаи в истории вот раньше это было распространенное а теперь вот слушается вот на слух немножко диковато обручение по доверенности то есть за тебя кто-то приходит с твоей невестой расписывается и как будут по доверенности ну вот тем не менее такое случилось в 1605 году это 410 лет назад, как раз вот 22 ноября в Кракове состоялось обручение по доверенности в те времена это на самом деле была распространенная практика вот честолюбивая красавица Мария Мнишик юной дочери знатного польского воевода Юрия Мнишика и Лжедмитрия Первого который за 4 месяца до этого события венчался в Успенском соборе Московского Кремля на Русское Царство интересы жениха представлял его посол из Москвы Афанасий Бласев вот быть женой неизвестного и некрасивого бывшего холопа красавица Марина согласилась из-за желания стать царицей и под влиянием уговоров католического духовенства избравшую ее своим орудием для проведения католичества в Царство Русское вот при помолвке Марине Мнишик были обещаны самозванцам кроме денег и бриллиантов города Новгород и Псков и предоставлены право исповедовать католичество а также возможность выйти замуж за другого в случае неудачи Лжедмитрия чем она попозже и воспользовалась вот реальную свадьбу с венчанием и провозглашением Марины Царицей сыграли в Кремле 18 мая 1606 года Мария Мнишик была коронована как русская царица единственная женщина коронованная в России до Екатерины I 27 мая Лжедмитрий был низвергнут и растерзан вот таким образом она пусть на 9 дней но тем не менее была вот это у ней первая попытка была царицей России вообще кто же это она такая сякая вот Марина Мнишик известна своими политическими трюками родилась в семье польского магната и воевода Ежи Мнишика от которой видимо и наследовала свою слегка авантюрную натуру русская царица участвовала во множествах событий так называемого смутного времени не всегда законных вот чем же Марин Мнишик заслужил такую славу немножко авантюристки вот будучи на краю разорения Ежи Мнишик знакомит свою дочь с Дмитрием Московским брак с сыном Ивана Грозного сулил ему славу и деньги как выяснилось позже сам Дмитрий оказался самозванцем который выдавал себя за спасшегося сына Ивана Грозного но это никак не умоляло желание Ежи выбиться в люди с помощью своей дочери Марии были пообещаны как я уже сказал Новгород и Псков а ее отцу миллион золотых вот есть предположение что всю авантюру с царем Лжедмитрием и его браком было придумано самим Ежи Мнишиком не исключено что и дочь знала о планах своего отца хотя из летописи того времени можно сделать предположение что супруги действительно были симпатичны друг другу после пышного приезда в Москву состоялось как я уже сказал царское венчание а также коронование таким образом до недавнего времени дочь простого польского магната стала царицей России интересно что во время коронования над головой Марины держали шапку Мономаха символ царей но не царис но тем не менее вот такое было 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 то как она приехала в Москву немножко разволновало люд люд московский из-за иноземцев которые прибыли вместе со свитой Мнишиков как бы немножко растерян что-то непонятно чего заволновались вот этим воспользовался мятежный князь Василий Шуйский и вот 17 мая после недельного царствования Лжедмитрия находит убитым Марину и все семейство Мнишиков содержит под стражей на протяжении двух лет заключение не было строгим потому пан Мнишик снова начинает плести интриги и на этот раз против Шуйского он убеждает всех что Лжедмитрий жив набирает войско и вот-вот разгоромит предателя ну вот из-за и какого же было удивления всего царского двора когда на сцену действительно вышел Лжедмитрий только на этот раз это был другой человек известный как Калужский вор его войска разбили Шуйского поляки были освобождены и Марина должна была соединиться с мужем царица действительно думала что это ее прежний муж что он жив но весь о том что она встретилась с другим самозванцем повергла ее в шок и все же она пошла на повторное тайное речание с царем таким образом подтверждает свои притязания на престол со временем конфликт в России возрастал и Лжедмитрию II пришлось бежать в Калугу в дальнейшие месяцы Марина Мнишек пыталась воздействовать на польского царя Сигизмунда убеждая что она единственная законная царица России требует себе законных владений она же попыталась пойти на короля со своим войском но в последний момент нападение было предотвращено и законной царице тоже пришлось бежать в Калугу несколько лет прошли в Калуге для царской семьи спокойно Марина родила сына а после смерти второго мужа снова сделала все возможное чтобы оставить себе восстановить статус царицы но вот в результате ополчения Пожарского который выгнал поляк с русской земли оставшись без поддержки Мнишек пришлось спасаться Бексом со своим сыном вот в это время приходит царствование семьи Романовых и окончание смутного времени но бежать царице не удалось ее сына повесили она по разным источникам была повешена или утоплена вот так окончилось правление русской царицы польского происхождения Марии Мнишек и тем не менее свой след в истории России она оставила на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания субтитры субтитры